всем привет ну что я приступаю к изготовлению мыльных цветочков формочки у меня есть в предыдущем видео я уже показывала подробно вот эти формы первый раз я буду это делать на самом деле я сама не знаю получится у меня что-нибудь из этого или нет возможно что первый блин будет комом но как раз вы сейчас будете присутствовать на таком знаменательном событии в моей жизни да кто случайно попал на мой канал я вообще вышивальщица у меня канал вышивка плюс еще у меня есть канал жили были где я провожу трансляции и рассказываю о своей семье своей жизни но этот канал у меня для разных роликов поэтому он называется ассорти потому что здесь все подряд я не знаю войдет ли мыловарение в мою жизнь так плотно что я буду много об этом снимать и буду много изготавливать мыло но мне хочется попробовать в общем я сейчас попробую а вы будете присутствовать при этом знаменательном событии в моей жизни подробно я показывала основу я взяла прозрачную и белую у нас в оренбурге есть магазин маловар терешковый 25 и там все это продают так размешивать буду простыми шпажками дело в том что это первый раз поэтому никаких специальных емкости у меня нет я взяла обычные рюмочки обычные стаканчики но естественно не всегда это удобно но пока из того что есть если мне это занятие понравится конечно же я потом буду искать стаканчики с носиком чтобы переливать не все стаканчики подходят потому что мыло горячее некоторые стаканчики пластиковые могут плавиться что мне сейчас нужно сделать мне нужно нарезать основу и сложить ее в какую емкость которая не плавится и поставить в микроволновку вот я даже думаю наверное я это буду делать в банке а вот потому что пока у меня ничего такого под рукой особенного нет так ну что если честно я очень волнуюсь пару получится у меня или нет кучу видео пересмотрела вроде технически я все знаю но как это получится на практике сейчас мы с вами увидим конечно же темные кружки и стаканы не подойдут они у меня есть но нам же нужно разводить будет с вами вот эти разные цвета мне нужно будет видеть цвет поэтому нужны прозрачные что для меня сейчас самое сложное нужно отрезать вот эти носики и закрыть причем это касается и красителей и ароматизаторов так главное все это не пролить аккуратно сделать первая трудность которая у меня возникла я сначала отрезала носик и затем стала отрывать вот эту вот заглушку и у меня из носика потекла краска так сначала отрываем заглушку вот вроде такие нюансы да но сразу не сообразишь так главное до конца не оторвать вот то пока болтаю с вами чуть отсюда не оторвало так вот это нужно делать аккуратно потому что я уже капнула на стол ну мои красители нормально отмываются вот но все равно мало ли мало ли тут же еще вот яркие такие красители и смотрите здесь в носике есть краска отрезаем только самый-самый кончик видите делаю все максимально аккуратно но все равно краска есть видите поэтому приготовить нужно салфетки обязательно или ватные диски ой какая красивая яркая краска но я сейчас не провела хотя бы на стол самое для меня будет сложно открывать вот эти вонючки я не люблю запахи так я очень надеюсь что их у меня получится открыть аккуратнее так не буду это делать на камеру потому что на камеру это делать неудобно ну что первый этап прошел прекрасно только первые вот я две капнула в общем девочки когда открываете вот так немножечко сначала постучите чтобы с носика вниз краска стекла ну в общем в принципе видите сделала аккуратно не насвинничала руки немного запачкала но краски у меня хорошие все очень быстро смылось и кстати со стола тоже быстро смылось но все равно вот такие контейнеры я использую потому что не знаю теперь ты же я уж точно знаю что все отмывается но лучше конечно застелить стол у меня стол старенький я его застилать не стала все-таки я приготовила салфетки вот мало ли что в процессе у меня произойдет поэтому салфетки должны быть под рукой позже я так волнуюсь как будто ракету в космос запускают девочки я не знаю почему я так волнуюсь наверно потому что я весь этот процесс снимаю на камеру надо было сначала попробовать потом уже вам рассказать но мне вот не терпится записать вам прям первые шаги свои первые впечатления для того чтобы потом сравнить вот что у меня в итоге получилось обоснованы были мои волнения или нет знаете что мне было интересно надеюсь вам тоже чем пахнет это основа у меня были разные предположения пахнет каким-то жиром еще чем-то она практически не пахнет чуть-чуть еле заметный запах клея пва все это если так сильно принюхиваться в основном ничем не пахнет почему для меня собственно это важно потому что я не люблю разные запахи для меня использовать сейчас ароматизаторы это тоже сложно а вот поэтому я очень рада что основа вообще ничем не пахнет саму основу я вытащила вытащила из контейнера и сейчас ее буду нарезать кубиками так я бы не сказала что она очень легко режется нужно нарезать аккуратненько кубиками в один стаканчик белую основу в другой стаканчик прозрачную основу предыдущем видео я рассказываю для чего нужна белая основа и для чего нужна прозрачная вот так кусочками я нарезала квадратиками как напоминает лед до кубики льда и в общем сейчас нужно все это растопить микроволновки но не нужно допускать закипание в принципе вот нужно приспособиться это самое сложное но сейчас постараюсь это сделать но если закипит там просто будет больше пузырьков и потом нужно будет больше брызгать спиртом для того чтобы эти пузырьки убирать вот в общем нужно постепенно нагревать у нас кстати микроволновку очень медленно греет и я надеюсь у меня получится растопить так ну и в общем приготовила вот такие маленькие емкости для того чтобы разводить краску разного цвета так ну сейчас посмотрим что получится мне честно страшно так вроде бы у меня с первого раза получилось не закипело пузырьков нет в общем я поставила на 45 секунд так ну что а сейчас будет самое сложное потому что как-то мне нужно это и заливать аккуратно еще и при этом снимать еще при этом мне нужно одевать очки потому что без очков нифига я не вижу так ну что возьму сейчас белую нет возьму прозрачную основу растерялась это это охота так сейчас я налью вот сюда в рюмочку мне нужно так мне нужно сделать зеленый цвет пока еще на глаз я не знаю как это делается и сколько а вот в общем все экспериментальным путем потому что профессиональные уже маловары они знают сколько им нужно взять краски для того чтобы получить нужный цвет причем я даже в граммах не знаю сейчас сколько мне нужно видите вот накапала мало мало кстати основы можно смешивать белую можно смешать с прозрачной для того чтобы нужный цвет получить вот а я что-то хочу немножечко побелее короче все девочки процесс пошел вот видите немножко получился побелее вот потому что как-то уж слишком получался прозрачный так а что если добавить желтый неоновый ой 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 такое занятие я вам скажу интересное прям так творческий процесс ну опять же тут нужно знать какие цвета соединять для того чтобы получить нужный цвет так не знаю пока какой будет мне какой мне нужен пока на первый раз какой получится на девчонки так вот вижу мыло уже застывает чуть покрывается корочкой поэтому долго возиться нельзя но его можно подогреть девчонки так можно все подогреть сейчас у цветочка буду заполнять серединку вот для этого нужна собственно пипетка так кстати пигмент кстати очень быстро застывает это профессиональная видимо основа следующий раз нужно другую попробовать так подогрела такая основа больше подходит если целые формочки заливать но для того чтобы заливать цветы и тем более еще первый раз я это делаю это не очень удобно кстати белая вроде застывает не так быстро как прозрачная сейчас я вот сюда в серединку налью честно не знаю что получится так интересно так в общем здесь я серединку залила здесь хочу желтую так у меня есть бутон у меня есть вот такой бутон и вот этот бутон я хочу сделать вот такой зеленый так плотно надо скрепить вот если бы стаканчик был с носиком то туда очень удобно было бы заливать так еще нужно не забывать получается пшикать спиртом для того чтобы убирать вот эти пузырьки видите пузырица чтобы они не застывали там эти пузырьки нужно убирать в принципе он уходит достаточно много туда так еще вот девчонки вот так делали палочками для того чтобы там форма если сложная форма сложный цветок для того чтобы там мыло везде ровно распределилось потому что если вот такое вот еще мыло которое быстро застывает то с этим могут возникнуть сложности так все теперь это будет застывать сколько будет застывать я пока не знаю потом вам скажу так а что я хочу с этого вот с этого сделать дело в том что я хочу желтый я хочу вон туда серединку прям желтую я думала краску прям по одной по две капельки нет видите побольше надо побольше надо так вот такой получается прям желтенький насыщенный пипетку можно взять другого цвета но в принципе у меня здесь зеленый желтый он похож так вот здесь у меня вот в этом цветке вот в этом цветке такая прям серединка вот видите так а что это так это у меня наверное нарцисс это у меня нарцисс нет это не нарцисс девчонки когда я буду вытаскивать форму тогда мы с вами увидим что это так в общем мне как-то надо вот туда прям в серединку все это сейчас подогрею так пока подогревала у меня в пипетке в пипетке все застыло девчонки я вам хочу сказать занятие не для слабонервных хорошо что я взяла вторую пипетку купила две я как чувствовала что у меня возможно не сразу все получится вот так вот теперь мне нужно все это как-то аккуратненько прям вот туда а вот оно потекло и не туда я не знаю что получится девочки вообще не знаю что получится так лишнее сейчас уберу а лишнее кстати убирается вот мне например вот тот цвет не нужен сейчас застынет я его хочу убрать так ну что вы тут у меня нарцисс вы представляете нет бы сразу залить вот первый раз да нет бы взять и залить например одним цветом форму и посмотреть что получится а нет ведь нет мне ведь нужно вот зачем-то зачем-то мне это нужно возиться так вообще я видела готовый нарцисс да я не знаю получится у меня такой как я задумала или нет я думаю что нет так он у меня все потекло не туда мне кажется мне нарцисс вообще нифига не получится он очень сложный и тем более уже у меня затекло не туда куда-куда-куда-надо у девочки это не так легко как кажется на самом деле это все нелегко посмотрите все пипетки уже у меня все они уже все тимур не выдержал идет посмотреть чем тут жена занимается фигней тимур у меня не получается потому что это все быстро почему-то очень застывает или я делаю медленно или оно слишком быстрое но это очень интересно я тебе хочу сказать единственное мне под рукой нужна микроволновка потому что это нужно греть вот и видишь что нет бы попроще а я сразу хочу залить вот смотри вот этот нарцисс как я его буду вот заливать туда когда у меня уже пипетка ты видишь она уже это застыло очень быстро застывает я не видел девчонки на видео это делают быстрее либо они это делают быстрее либо у них другая основа а мне через штатив прыгать видишь что неудобно а там свет тогда неудобно падать и с правой руки снимать мне неудобно вот это я тебе занятие нашла все ничего но у меня пипетки в этом мылом вот сейчас мыло горячее сейчас растопило а сильно если нагреть то предыдущий слой тимур меня записывать тимур если сильно нагреть то предыдущий слой он это расплавится сильно греть нельзя так ну что пока убираю я желтый мне кажется у меня получится какая-то ерунда но вы это должны увидеть зачем не знаю но вы должны это увидеть так сюда сюда хочу залить белый цветок так это будет белый сейчас растоплю белый так чтобы хорошо серединка сцепилась вот так вот нужно немножечко поцарапать мыло так девочки технически я знаю как это делается но это очень сложно сделать на практике когда смотришь видео девочек которые этим занимаются давно вот видите пенка да но кстати говорят что вот пенка это не так страшно а вот эта которая уже застыла главное вот так вот сделать чтобы туда везде проникло мыло так ну что я вторую основу в следующий раз буду другую пробовать потому что это очень быстро застывает у нас там два вида было я рассказывала в предыдущем видео я купила которую мама моя использует но дело в том что мама так вот не знаю тут до краев заливать или нет пока сделаю не до краев вот потому что точно не знаю как рассчитана эта форма а спирт о тимур уфа тимур мне теперь подсказывает так дальше дальше это что у меня я забыла что это за цветок ну ладно в общем я его сейчас закрепляю и буду заливать а как я буду заливать из этого стакана тимур вот вот сюда в такую маленькую дырочку попадать надо вот для этого носик нужен представляешь а еще ведь девчонки как то делают они делают например белые краешки еще надо умудриться сделать разные краешки какие тут краешки мне хоть бы так блин попасть ха-ха-ха ха-ха-ха-ха горе маловар будет видео называться так уже сейчас все застынет пока я болтаю не знаю как надо в общем я сегодня загажу всю посудину в доме которые есть. Но я все равно в эту дырочку попаду. Ой, смотри, она разъединяется. Надо еще аккуратно эту форму в руки брать. Не надо в руки брать, а так я сильно не наклоню, понимаешь? Так. Надо, чтобы вот туда сложный цветок, чтобы вот туда все попало. А то какой-нибудь лепесток будет недоделанный. Так. Что у меня осталось? Вот этот красивый нарцисс. А он еще не застыл. Нужно, чтобы верхний слой застыл. Так. А вот теперь у меня вот такая роза. Очень сложная. Вот. И я хочу ее попробовать сделать с белыми краешками. Это нужно сделать пипеткой. А пипетка у меня уже вся грязная. Ее нужно промывать. Так. Пипетку промываю. Пипетки две мало. Короче. Я поняла. Вот. Я, в общем, это все сейчас промываю. Все делала. Ну, занятие интересное. А знаешь, что Тимур забыла? Вонючку капнуть забыла. Вот. Так. В общем, заново разогреваю и показываю вам дальше. Так. Сейчас туда желтый добавится у меня. Краску я хотела белым кончики сделать. Краски надо сделать. Сначала белым. Подожди, у меня пипетка застыла. Я хочу ее расплавить. Вот. Видишь, она немножечко там плавится. Смотри, вот белый как-то плохо, хуже застывает. О, все, пробило. Смотрите, в пипетке, видите, застывает быстро, а потом, значит, вот, поняла. Можно расплавить. В пипетке тоже можно расплавить. Так. Значит, убираю пузырьки. Так. Формочку. Девочки, хочу сделать что-то такое, знаете, вот я прям не знаю, как вот в видео показывали. Сейчас будет смертельный номер. Так, это я отодвину, потому что я чувствую, что я сейчас все разолью и у меня весь стол будет в мыле. Так. Как-то девчонки это делают ловко. То есть, они прям берут вот так прям раз-раз-раз. Раз-два. Хоп-хоп. Вот так прям раз-раз-раз. Или прям даже вот так. Что-то у меня слишком большая роза. Наверное, там есть меньше. Вот, видите, вот так крутишь, 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 туда где-то затекает и назад сливаешь. Короче, атас, девочки, это очень сложно, я вам скажу. Нифика, у меня, наверное, ничего не получится. И причем они это делают, девочки, так ловко, что у них чистые столы. ловко, Так, дальше. Теперь все, что осталось, сливаю в один бокал. Мне кажется, что если бы я не снимала на камеру, у меня бы получилось бы все ловче. Просто я первый раз так, в общем, девочки, заливаю и больше не выпендюриваюсь сегодня. Может, ты ванну акрилом заряжешь? Ванну акрилом? А что, а что, я могу? Так, надо, чтобы хорошо туда проникло. Бетонные плитки делают вибростолы. Вибростол, Тимур, если у меня будет вибростол, я вообще не попаду. Зато пузырьков не будет. Зато пузырьков. Кстати, не забываем брызгать спиртом. Слушайте, у меня сегодня урок. Я не могу. Так, ладно, дальше поехали. Ой, девочки, зачем же я сюда-то белую залила? Смотрите, у меня прозрачная осталась. Что-то я не знаю, куда мне применить прозрачную. Так, у меня остался только белый нарцисс. А для белого нарцисса мне нужна белая основа. Мне так интересно посмотреть, что же с этим бутоном. Вот, девочки, то быстро все застывает, вон, прям моментально, а то не дождешься, когда нужно вскрыть. Кажется, что это долго. Так, прям мне страшно. Мне кажется, там внутри еще не застыло. Мне кажется, только сверху. Я, кстати, не посмотрела время и не засекла время. Через какое время? Боюсь. 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 Вдруг оно не до конца. Вдруг оно не до конца. Вдруг оно не до конца и сломается сейчас. Ой, бутончик. Это тюльпан, это не бутон. Вот эту серединку можно было залить другим цветом. Вот сюда, в серединочку. Видишь, Тимур? А как туда залить в серединку, если я вот так раздвигаю, смотри, и она тоже раздвигается, и у меня сюда просачивается. Пипеткой. Вот так. Так надо вот так держать, что ли? Нет. Вот оно у меня вот сюда затекает. Смотрите, какой бутон красивый. Ой, для первого раза вообще шикарно, тем более, что я думала, что вот сюда у меня подтекло. Но оно еще теплое. Пусть оно еще вот так остывает. Так, ну что, белое уже вот тут у меня, наверное, пленкой покрылось. Так, сейчас, чтобы лучше сцепилось. Ричик, не лезь, не мешай. Мама, видишь, какой ерундой занимается. Маме это очень нужно. Не знаю, зачем, но очень нужно. Ой, Рича, не корябль. Темно, корябль. Так, нужно запоминать, сколько растапливать. Сколько растапливать нужно запоминать. Так, ну вот это хорошо силиконка вот прям скрепилась. Все. А вот те вот не знаю, хорошо или не хорошо, потому что пока я тут с вами болтала. Так, вот здесь, мне кажется, даже можно долить. Здесь вот чуть-чуть. Остатки можно сюда долить. Так, ну все. Все формы у меня. А, я сейчас вот что попробую. смотрите, вот этот вот, этот тюльпанчик, вот такой полураскрытый. А я, кстати, хотела взять бутоном, вот таким закрытым бутоном. Я думала, я его взяла. Кстати, я перепутала. Кстати, я перепутала. Там была форма закрытого бутона, вот такая остренькая. Тимур, мне она очень нужна, остренькая в букетах. Вот. А здесь форма тюльпанчика, видишь, полураскрытого такого тюльпанчика. Вот. А мне нужен бутон, потому что в букетах очень красиво смотрится бутон. Хотя, может, я его и взяла. А это будут тюльпанчики. Это я не добавляла туда отдушку. Тимур нюхает. Прикольно получилось? Иди руки помой, тебе запаха набрызгать. Вот. Так. Ну что? Ладно, пусть застывает. Посмотрим, что получится. Ну что, Продолжение следует...